Друзья, всем привет! Компания Бэтсейф на связи. Это шоу Балабола. Сегодня мы приехали в Силамя. Команда Силамя и Калев, где тренирует легендарный Вадим Дабижа. Вадим Дмитриевич, он воспитал Сергея Симака, Сергея Юрана. Гамулу! Гамулу, да. Это очень важно. И сейчас он, кстати, тренирует команду из второй лиги, а до этого они играли в Лиге Европы. Да, это по-настоящему легендарный тренер, поэтому поговорить с ним это большая честь. Поговорим не только с ним, но еще и с работником клуба и поиграем в футбол. Приятного просмотра. Мы начинаем. Поехали! Вадим, здравствуйте! Вот мы и в Силамя. Ну что, рассказывайте, как у вас здесь дела, как команда живет, как тренировки, как летом есть посещаемость. Все ли в порядке с коллективом? Команда у нас хорошая. Ребята любят футбол. Здесь заложились традиции, видимо, со времен основания города здесь. Вы знаете, что город Силамя раньше был закрытый, поэтому своеобразно было. На картах его не было? Не было, да. И спорт был здесь развит с советских времен очень здорово. Во-первых, вот там в углу была хоккейная площадка. Приезжала сборная... Это где искусственное поле? Да, 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 да. Приезжала сборная союза здесь тренировалась. Закрытый город? Закрытый город. Теперь в спортзал приезжали баскетболисты, волейболисты заниматься. Поэтому недаром Силамя, я не помню, где-то 68-й или 70-й год была в финале Кубка Кожаный Мяч. И вот оттуда, видимо, пошла традиция, что фундамент был заложен и спортивный город. Почему? Когда мне... Я работал в Москве с торпедой РГ, и мне предложили приехать посмотреть базу и вывести команду рангом выше. Это какой год был? Это был 2004 год, декабрь месяц. Это вы первый раз вообще сюда... Первый раз я приехал. Но я приехал зимой, если так честно говоря. Все в снегу, и мне показали базы и город. Я думаю, думал город большой, да, но тогда было 25 тысяч. И я сразу посмотрел и подписал, потому что смотрю, база хорошая. Собрал ребят, молодежь перспективная, в зале провел 2-3 тренировки и согласился. И когда я согласился, подписал контракт, опять с Москвы звонок, меня опять торпеда назад. Я уже контракт подписал. И я вот за один год вывел их со второй лиги в первую, с первой в высшую. И 7 лет мы были, играли на Кубок Европейских Чемпионов. То есть, ну, на хорошем уровне были. Так, рассказывайте, как у вас идут дела, в том числе после того, как вы оказались во второй лиге. Как сейчас живет клуб? Ну, мы в прошлый годик, скажем так, посмотрели, что это такое. Вторая лига Эстонии. Куда мы, если честно, ну, по-моему, в 14-м году у нас была команда Силамяк Алиф-3. Там мы играли, если мне память сейчас не изменяет, уже много времени прошло, в третьей лиге. Вот, и тут пришло, скажем так, время или обстоятельства узнать, что такое вторая лига. Честно скажу, впечатления очень положительные. Любительский футбол, он такой с новой стороны открылся. Как мы живем? Ну, мы посмотрели в прошлом году, почти что выбрались обратно в первую лигу Б. Заняли третье место на переигровке, тоже не попали. Ну, и второй год мы здесь тоже, в этом году все тоже неоднозначно начиналось. Плохой старт был, сыграли с Аяксовым мячью, Сантосу 0-7 уступили. И, ну, не все так было здорово. Но потом тренировки наладились, видимо, ребята тоже закончили с футзалом зимним немножко отдохнули, влились. Ну, и на данный момент все хорошо. То есть в последние годы у команды такие волнообразные такие стадии, то Еврокубки недавно уже были, сколько лет назад? Ну, последний раз мы играли в Лиге Европы в 15-м году. В 15-м году вы играли против Хайдука. Последняя игра с Хайдуком была. Так, и а на Краснодар вы попали в том же году? Краснодар мы с Краснодаром играли в 14-м году. Так, то есть вы вот так вот попадали на Еврокубковые матчи, и вот с тех пор потом пошла Лига-2. Нет, после этого еще мы в 16-й год отыграли, практически были, там, по-моему, пятыми мы были, да, нам немножко так отхватило. Ну и 17-й, собственно, последний наш год был, вот в 17-м году. То есть до того, как мы вылетели из высшей лиги, в Еврокубках мы играли до этого момента два года назад. Почему в конце концов вас все-таки кинули во вторую лигу? Что за такие финансовые препятствия какие-то были? Ну, обнаружились некоторые финансовые проблемы, с которыми клуб на тот момент не мог справиться. Ну и в конце концов большие задолженности вылетели, и клуб просто, скажем так, потерял лицензию. И выпал в ближайшую нелицензированную лигу, а это вторая лига, которая нелицензировалась. Так в этом году вы хотите выходить дальше в первую лигу? Ну, стоит задача войти, да. А кто сейчас задачи вообще ставит в клубе стародубцев, президент, который или всем коллективом просто собираетесь? Всем коллективом это раз. И второе, сказали вот те, кто нам хотят помогать, да, ну я их называю спонсори, так сейчас называю, что если войдете туда в первую лигу, мы будем вас спонсировать. То есть есть у нас, так сказать... Такая как договоренность, что ли, да? Да, 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 да. Поэтому есть стимул. Есть стимул, совершенно верно, к которому нужно идти. Ну, ребята нацелены, а вот единственное, я вам честно говорю, что вот они работают. Если график нам не снимут в 18.00, а мы хотим перенести на час дня, да? Пять человек основы играть не будем. В час дня? Нет, в 18.00. Ага, я понял. В час дня они попросились, их отпусят, им идти в ночную смену. То есть они отыграли и идут в ночную смену с 20.00. А работают игроки, в основном, где на порту? Работают в Нарве, там на электроподстанции. Так, работают в шахте на вот это, сланце. Так, в порту работают. То есть все в команде сейчас, можно сказать, работяги все, да? Кроме У-17. У меня играет два человека, три даже человека. У-17 в основе играет. Предлагаю посмотреть, что есть в клубе, да? Посмотрим, чем клуб живет, как вообще, где тренируется, где массажер. Условия, условия какие есть. Погнали. Пойдем, посмотрим. Вау! Да, видишь, как, тренируется. Манеж находятся, а футболисты тоже тренируются. Целый манеж. Ну, они тут тренируются, но в зимний период. То есть в рамках предсезона. Ну, такой ровно. Я сейчас, когда я приехал, когда к стадиону подъехал, я думаю, ну, вот, стадион, и все, больше лет, как бы, еще нет. А вы заходите, и бассейн, и манеж, и церковь, и все есть. Ого! Вот это да! Так. Хорошо, это неплохо, неплохо. Я тоже захотел бы остаться здесь сейчас на части, потому что сегодня очень много лет тренировок, который пропустил. Тут поменьше снарядов, тренажеров и всего остального. Да, то, что нужно, в любом случае, то, что захочет позаниматься, он здесь позанимается. Это сто процентов. Но если кому-то нужно побольше всяких различных снарядов, то можно пойти там в соседнее здание, там немножечко... Не, ну, здесь есть все даже больше для базового тренинга. Вообще! При том, что в раздевалку футболистов идти отсюда, ну, секунд десять, наверное. Это вообще классно. Все условия занимались... Это условия нет для второй лиги, это условия побольше. Это вообще... Да. Мы с вами согласны полностью. Когда несколько лет назад все это дело реставрировали здесь, понятное дело, не так все хорошо было, но с тех пор, как спорткомплекс отреставрировали, конечно, в залах очень приятно заниматься. Здесь прям очень жалко. Кажется, у вас есть кондиционер? А потому что окна закрыты. Окна обычно открыты, и, понятное дело, вот, ну, вентиляционное отверстие вы видите, то есть при желании тут все включается. После того, как тут все обновили тут... Просто сейчас, наверное, никто не тренируется. Конечно. Сергей Семак, вы сейчас с ним поддерживаете общение? Мы поддерживаем, но я так вот честно вам говорю, что созванивались, разговаривали с ним, и когда он на Еврокубке плохо начал выступать... Вы ему прямо сказали. Я ему в открытую говорю, Сережа, ты один, это мой самый был любимый ученик, я говорю, Сережа, ты был самый лучший полузащитник, он и в юношах, и взрослых, и у тебя средняя линия, я говорю, что-то не пойму, я не соответствую. Он обиделся. Обиделся? Сергей Севак обиделся на правду, это же правда. Ну, я правду, я всегда говорю, я и... Купили пассажирам Аркизию? Да, 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 да. С третьей линией, вот и плохо. Дальше, мы... Потом, когда он стал чемпионом, я его поздравил, он опять начал мне звонить, мы по сегодняшний день переписываемся. Ага, а как вы общаетесь с Вайбером? Да, по Вайберу. А когда последний раз вы общались с ним? Ну, где-то, наверное, месяц назад, я же уезжал, я в Луганске был, я уезжал. Вы раз в год туда стабильно приезжаете? Значит, ну, в этом году так получилось, что шеф меня отпустил на 10 дней, вот, в июле 24-го я отыграл и поехал, на 10 дней. У меня там сын, жена, сын там. Это вратарь у нас сборная Эстония. А сегодня на тренировке, что ли, словом? Нет, уже спицы были, спицы. Достали, а сейчас уже, вот. Только лентяй, ему надо каждый день, а он то у папы, то у мамы, то еще деда пропадает. Потом придет Вадим Ильич, давайте. Сдали парня перед. Ну, а у него все прошло же, это просто такой пацан у меня своеобразный. Сейчас камера как бегается? Отлично. Нормально? Нормально, наш репортер у нас в порядке. Пусть и нас бежит, смотри. По беговой дорожке. А как вы часто сейчас футбол смотрите, именно европейский, допустим? Значит, у меня есть канал хороший, футбол 139 канал и 204, Виасан. Так. Значит, показывают у меня прямые матчи Италия, Латинская Америка, Англия, ФРГ, Италия. Так вот, так что я смотрю, хорошие матчи все смотрю, но вот с нашего времени, многие ребята недопонимают, вот они говорят, Владимир Ильич, раньше никто не бежал, что за футбол был. Я говорю, раньше были такие футболисты, ребята, что вам и не снилось. Вот, то есть это интересно. Перечисляю я, Месхи, Митривели, Вратарь, допустим, Яшин, тот же Хусаинов был, да, футболист. Да и перечислять можно того же Карпин еще хорошо играл, да, наш отсюда. Многие ребята... А чем тогда футболисты отличались от этих, которые сейчас играют? Значит, я отвечаю сразу, я думаю, что я объективно попаду в точку. Сейчас футбол коммерческий, футбол разбалованный деньгами, а деньги они иногда вообще... Развращают просто. Да, развращают, совершенно верно. Ну, когда узнаешь, сколько получают в России миллионами, то я сам играл в Динамо в Лейнераде, у нас самый высокий оклад был 220 рублей. И мы дорожали. И раньше у нас, раньше считалось за удовольствие, это за престиж, чтобы я, допустим, игрок тот же... У меня, я вам покажу сейчас фотографии, из Митривели, из Месси, я сборную союза, я вам сейчас покажу. Вот. Престиж был, понести мячи, сейчас тренировка закончилась, сейчас я график, вы видели, вывесил дежурную. Вот они выполняют. Не было, все, побросали и убежали. То есть, они не уважают, они не понимают, что такое, да, человек заслуженный, допустим, что нужно уважать, это плохая вот черта. И деньги, наверное, немножко влияют. Я заметил, у эстонцев, у эстонцев, ребята, у них там более корректные, они более дисциплинированные и чувствительные к старшим, воспитанные. То есть, эстоноговорящие дети по сравнению с русскоговорящими. Это я откровенно вам говорю, без преувеличения. Это ментальность. Нет, то, что я видел, то, что я чувствовал. Ну, то, что ваш сам опыт. Я говорю, да, я, может быть, и ошибаюсь, но я думаю, что я говорю точно. Вадим Дмитриевич, еще один вопрос здесь. Когда в Силомя играла в высшем дивизионе, на воротах у вас стоял Михаил Стародук, сын Александра Стародук. Совершенно верно. Для такой вопрос возникает, он стоял, то есть, играл на воротах из-за того, что он был сыном, или он просто сам в порядке был? Нет, он был в порядке. То есть, это вообще никакого отношения не имело? Никакого отношения. Вот в Москве в Торпедо у меня имело отношение. У меня был президент Маслюк, а у него сын нападающий. Я его не ставил, а это у нас пошли с ним. Вот это интересно. И стоял хорошо, он выше беет. Теперь смотрите, ребята, идите сюда. Вот сборная Союза. Это 68-й год я тренировал. Вот я, вот Яшин. Вот он. А, Яшин, да, здесь? Яшин, вот. Видно, да, заметно. Вот я. Это мы играли из Китая, со сборной Китая в Лужниках. Вот. Кожаный мяч. Значит, я вам говорю, это Сушков отвечал, да, за кожаный мяч. Качалин, тренер сборной Союза. Один из самых сильных тренеров был, Качалин. Это Ройзман отвечал за кожаный мяч. Это в Краснодоне вот это вот съемки были. Это вот это вот. Или в Луганске, помню. На память о кожаном мяче от ВЛКСН до биржи, видишь? Это наше, 68-й год. Ты понял? Вот Яшин, вот Рудаков. Это у меня хороший друг был, Рудак Женя, с Киевского Динамо. Вот узнаете, кто это? Братва. Ну. Анатолий Бышевец. А, все. Кому стоит памятник в Мексике. Вот Евружихин, самый сильный нападающий, помнишь был? Вот я как раз писал тут. Это мы в Зените, да. Вот я сижу. Это на Кирово, стадионе Киров. Старый стадион еще был. А вот это мы в Барселоне. На высоте на самом, да. А это какой год? Это Барселона, центральный стадион. 98-й год. Барселона, Реал Мадрид. Барселона 0-1 проиграла и убрали этого голландца, тренера. Ван Галя. Ван Галя убрали. Вот мы на самой высоте. Вот билет стоил, знаешь, сколько? 70 долларов на высоте. Это я за своим. В те времена это очень много было. А я на сборах был там. Я на сборах был под Барселону. Очень много. Столько уникальных вещей. В этом конвертике, наверное, столько ценных фотографий. Целый музей. Там дома у меня, я же не могу все привезти. Я просто этим пацанятам. А то они говорят, Вадим Ильич, вы были точно там или нет? Я говорю, хорошо, я привезу. Сейчас покажу, да? Сейчас вам привезу. Они верят, все еще не верят, представьте. Ну да. Иззорвавшиеся юнцы. Да, да, да. Ну давайте, сколько на 6 на 2 или сколько? 6 на 2, конечно. Ну давай, Серега. Мы заходим. 2 кассажа. Ну может и вам сколько лет? Безтиприня, мне 22. Вот так, парень, заходим. Это всем за 30. Это всем за 30. Это всем за 20. Да, да, да. Вот 45 парню, пожалуйста. Мне 38-ка. Вот сюда мне. Шло-то. Ой. Может быть надо будет это. Ой, Тёма. Кругу, когда хочешь кого-нибудь поймать, по кругу. Молодежь, все сюда подошли. Значит, задача сегодня комплексное развитие. Начинаем два круга бега. Гладенького. Как вчера. Вместе, группой бежим. Нету отрыва сзади. Все вместе. Два круга. После этого работаем по станциям. Это где-то займет у вас 15 минут. Значит, передача мяча пластер правой-левой ногой. Обязательно рому сегодня погоняем чуть-чуть. Побьем 15. И играем тактически на двое ворот играем. Вы поняли? Принесем вторые ворота эти туда. Все. Одеваем маечки на две команды. Вот. Поэтому все вместе дружно. Саня, ты направляющий. Пожалуйста, Саш. Пошли. Два круга ровно. И туда к Володе придете. Почему вы именно здесь решили вести свою карьеру? Ведь человек с таким багажом, с таким опытом. Мне кажется, любой топовый клуб просто забрал бы его к себе и отпускал бы. Это не то, что карьера. Карьеру я мог себе колоссальную сделать. Но это очень глубокие корни. И я не хочу касаться там. Вот. Дело в том, что мне нравится Эстония. Отношения здесь. Вот за время пребывания 14 лет я благодарен президенту Айвару, что футбол сдвинулся с такой мертвой точки, пошел вверх. Но сейчас почему-то сборная перепад. Я не пойму почему. Может быть, поколение меняется. Понимаете? Но то, что сильно разит детско-юношеский футбол, уделяется внимание, да, это плюс Эстонии. А по сравнению с Украиной, извините, это лучше в Эстонии или хуже? Значит, я могу вам сказать про Донбасс, что там живет, развивается, соревнования, там идет жизнь. И не верьте, кто там болтает, что, да, эти, вот эти вот, как, атошники их называют, да, они обстреливают 50-40 километров от Луганска, да. Вот Донецку достается, Донецку. Да. Вот, ну сейчас вроде прекратили. А жизнь там кипела и кипит, я вам честно говорю, я не сочиняю, да. Скажите, а вам трудно, что вот семья у вас там, а вы здесь, это очень сказывается? Ну, сказывается, я б не сказал, почему, потому что мы, контакт, ко мне приезжают, вот и приезжали сюда, я в контакт, и я туда два раза, допустим, один раз в год, месяц-полтора. Так что, почему, потому что я на пенсии, на пенсии, здесь, здесь, для пенсионера это рай, тишина, спокойствие, никаких... Маленький городок, на берегу моря. На берегу моря, правда, я один раз кипался только за все годы. Нет, кипался раньше. Ну, дело в том, что, вот вы говорите, я ладно, уже признаю, потому что я много перенес операций. Перенес и одну грыжу, вторую, потом бедро поменял. Бедро я сейчас искуссийно, вот левое, так, потом было проблемы с предстательной, так что досталось мне, ну, видимо, закалка такая старая, знаете, что все пережили, тут вы сейчас вроде нормально. Ну, для 78 лет, ну, я вам скажу, так что вы видите, просто отлично. Три слова, которые характеризуют его лучше всего. Вот, например, мы его не знаем, и вот тремя словами. Легендарный, опытный и лучший, я, пожалуй, его так вот назову. Да, но это немножко расплывчиво, потому что лучше непонятно в чем. А теперь поясняем по каждому. Ну, легендарный, скажем так, история такая, что Вадим Митрич является одним из двух обладателей Ордена Трудового Красного Знамени за достижение футболя. Говорят, что за хоккей, за достижение хоккея их много выдавали, но за достижение футболя их всего два. Один у него, а второй, догадайтесь, у кого. Лев Яшин. Да, да. Опять-таки я продолжу легендарности, опытности и лучшести, но Вадим Митрич работал, ну, с такими людьми и с такими, ну, тот же Семак, да, его воспитанник там. Если мы с ним, когда разговариваем, мол, не беру Юра, ну, одних заслуженных мастеров спорта я подготовил около десяти. А просто мастеров спорта я даже не считаю, потому что их там, ну, бесчисленное количество. Сколько футболистов вышло из его команд, когда он работал в Украине, сколько через него прошло здесь, это, ну, это... Для вас это, наверное, очень важно. Да, ну, конечно, конечно. Мы, когда в четырнадцатом году второе место заняли, у нас был спортивный директор из Литвы, и вот он тогда, я тогда еще не придавал значения этим словам, а он тогда говорил, что, ребята, вы не представляете, какое счастье иметь в клубе такого человека. И я понял, что он имел в виду только с годами, потому что на данный момент любой вопрос, связанный с футболом, он знает на него. Вот и закончился, друзья, наш выезд в Силаме, мы даже немножко потренировались. Ребята встали даже. Точнее, размялись, потому что для ребят это только разминка, сейчас они продолжат заниматься, мы их дальше не отвлекаем. Направляемся в следующие поездки, пишите в комментариях, куда нам приехать, кому приехать. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, обязательно, и нажимайте колокольчик, чтобы вы не пропускали ни один эпизод, пожалуйста. И ваши идеи в комментариях приветствуются. Это был шоу Балабол, Сергей Иван. До следующего видоса, пока. Давайте, пока-пока.